3 июля 2023 год, сынок, еще раз с днем рождения. Решил я записать, знаешь что? Вспомнил твою шутку. И решил, что почему не в тот день рождения записать ее в видеоформате. В текстовом варианте я ее, кстати, написал и даже опубликовал тогда же, 27 февраля, на сайте. Я в рассказе упомянул тебе. Харьков, 27 февраля, 2022 год, Северная Салтовка называется. Ну ладно, это не принципиально. Шутку ты ее наверняка забыл. Ну и я, чтобы запомнить и тебе напомнить. Да и людей порадовать, кто будет слушать. Потому что действительно получилось весело, помимо твоей воли. Значит, это было 27 февраля 2022 года, в Харькове на Северной Салтовке. Северная Салтовка, кто не знает, это 26 километров от границы с Российской Федерацией. В городе Харькове. То есть, уже через несколько часов, после начала этой так называемой спецоперации, рядом с нашим домом стояли сгоревшие МТОБ, танк с башней оторванной российской. Рядом с домом, в буквальном смысле, это то есть, стрелковые бои шли с балкона, я слушал, куда перемещается линия фронта. Стрелкотню, не артиллерию. Кто воевал, тут понимает, что это значит. Да, так вот, когда там падают бомбы, реактивная артиллерия там, это работает, там дома горят, там мины прилетают. И ты, сынок, спрашиваешь меня, ты на два года моложе тогда был, практически, да? Ты меня с перепуганными глазами ко мне подходишь и говоришь, папа, зачем это все? А я не нашел ничего лучшего тебе, как ответить. Путин решил нам тут все исправить. И вот твой ответ на это, я, в общем-то, и хотел сейчас записать. Ты на это сказал, то, что ты похож на фиксика, не делает тебя фиксиком. Устами ребенка глаголит истина. Вот уж действительно. Ну, то есть, ты даже, по-моему, и шутить не пытался, но просто это настолько получилось удачно, что я понял, что в порядке с тобой все, и, в общем-то, все эти взрывы, конечно, хоть и производят на тебя какое-то гнетущее впечатление, но не до такой степени, что ты не мог там как-то совладать со своими эмоциями. Папа, зачем это все? Я тебе ответил. Путин решил нам тут все исправить. И твой ответ был, то, что ты похож на фиксика, не делает тебя фиксиком. Ну, по-моему, сейчас то, что Путин не фиксик, очевидно всем, включая его самого и Пригожина. Шутка получилась удачной сновой. С днем рождения! Субтитры создавал DimaTorzok